Мы благодарим Тебя за эти служения, за эти собрания. Мы воздаем Тебе хвалу, мы отдаем Тебе первенство. Мы приносим Свою веру к престолу благодати. Мы черпаем из Твоей милости, которая пребывает вовек. Мы находим благодать для благовременной помощи. И мы воздаем Тебе всю славу и благодарение за это. И мы приглашаем Тебя, сэр, проявить себя по своему благоволению. Что бы Ты ни запланировал, любой Твой путь нам подходит. Слава Богу! И мы благодарим Тебя за то, что сатана не относится к тому, что мы делаем. Сатана связан, остановлен, и он никому не может помешать принять от слова живого Бога. Мы провозглашаем это, и мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Второе Коринфянам, восьмая глава. Первый стих. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их... Мы здесь говорим не о купонах или талонах на продукты. Здесь речь идет о глубокой нищете. Большинство людей в Соединенных Штатах даже не испытывали глубокой нищеты. Скажу вам. Скажу вам так. Если вы когда-нибудь это увидите, если вы увидите реальную нищету, если вы ее понюхаете, вы не забудете этого до конца жизни. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам. По воле Божьей. Седьмой стих. «А как вы изобилуете всем, веру и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и сию добродетелью». Скажите «добродетель». Это и добродетелю. Или, как звучит в оригинале, «милостью». Вы в вере изобилуете всем. Помните, написано? «И так по вере, чтобы было по милости». То есть по благодати. Если бы не милость, не благодать, мы с вами даже не могли бы иметь веру. Все, что у нас есть, мы получили по благодати Божьей. Аминь. Через Его благодать, через Его кровь, через Его благость и доброту. Бог сказал, что «изольет на нас благословение». Бог не сказал, что «изольет на нас деньги». Он будет изливать благословение, которое включает в себя и деньги. Но благословение много чего включает. А деньги – лишь малая часть этого. Деньги – это самая низшая форма силы благословения. Благословение Господне. Вот наивысшая сила. Аминь. «И так Иисус не ходил в нищете. Тогда, когда же Он стал нищим? Когда сделался проклятием за нас. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы во Христе сделались праведными перед Богом. Иисус понес нашу нищету. Иисус понес наше проклятие. Он сделался проклятием ради нас, за нас. Вот когда Иисус стал нищим. Подумайте об этом. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего, Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Ради кого? Абсолютно верно. Но послушайте. Здесь Он говорит о людях в глубокой нищете. «Стал ли Он таким же нищим, какими были они?» Должен был. Понимаете, Он должен был. Это было тогда, когда Он сделался проклятием за нас. Он стал нищим нашей нищетой. Он стал таким же нищим, как самый нищий человек, который когда-либо существовал на земле. «Послушайте, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Если Он стал таким же нищим, какими были мы, то это для того, чтобы мы стали такими же богатыми, как и Он. Потому что мы на этой земле. Как Он. Как Он, так и мы. О, я сам счастлив от своей проповеди. Прошло всего 20 минут. Слава Богу. Аминь. Видите? Слово Божье работает. Слово Божье начнет с нуля. Вам не нужно забегать вперед и запасаться. Вам не нужно заправлять Слово Божье, как было раньше, когда у колодцев стояли насосы. у вас был сосуд, но сначала вы должны были подкачать какое-то количество воды, и вы, конечно же, это не для питья, потому что если вы выпьете, вам нечем будет наполнить насос. И у вас проблема, понимаете? Но вы сначала заполняете этот насос, вы подкачиваете туда эту воду, поэтому, когда вы в первый раз потянете это вверх, шипящий звук, вы должны сначала заполнить насос, и потом он начинает работать. Потом вы набираете столько воды, сколько хотите, и снова оставляете насос наполненным, чтобы вы могли налить воду в следующий раз. Но со Словом Божьим вам это не нужно. Вам не нужно иметь немного денег, чтобы Бог благословлял вас. Это так не работает. Я рад, что поднялся этот вопрос. Давайте перейдем к Евангелию от Матфея. Слава Богу. 14 глава. Тут мы можем увидеть следующее. Как-то раз много лет назад я увидел это. И я много об этом думаю. И я вижу это там. Я изучал это, изучал и изучал. Боже мой. Это много раз помогало нам с Глорией проходить через проблемы и неприятности. И все это записано прямо здесь, в этом месте. Приготовьте свои камеры, потому что, когда мы будем сейчас это проходить, вы должны сделать для себя фото. И так, Иоанна Крестителя обезглавили. Вы знаете эту историю. К Иисусу пришли и рассказали об этом. И, услышав, это 13 стих, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. И так, Он в пустынном месте. Он не пошел туда, чтобы провести собрание. Он пошел туда, чтобы побыть одному. И помните, Иисус говорил, «Я говорю только то, что слышу от Отца, и делаю только то, что вижу, как делает Отец». Господь повел его туда, в пустынное место. «И я рад, что Иисус пошел, был послушан, потому что иначе этой главы здесь не было бы, а она по-настоящему хорошая. Аминь. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Это значит, что в том месте не было никакой деятельности, не было никаких дорог, не было каких-то мест обеспечения, и поймите, это сельская местность. Это пустынное место. Это также значит, что воды там тоже нет. И, выйдя, Иисус увидел множество людей. Что ж произошло? Народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, то есть все те люди пробыли там весь день, когда же настал вечер, приступили к нему ученики его, прервали его собрание исцеления. у кого хватило бы дерзости? Вы хотите, чтобы я вам сказал? У кого-то, кто боялся остаться без ужина, без еды? Вот человек, исцеляющий все виды болезни и немощи. Они боятся, что он не сможет достать пищи. Но именно такой беспорядок присутствует в плотском мышлении, который действует на основании страха. Ученики знают, что он Иисус. И они знают, что он творит чудеса. Они все это знают. Но их ум сфокусирован не на этом. Обратите внимание, что их беспокоит. Приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее». Вы думаете, Иисус этого не знал? Он просто не осознавал, где находится? Или просто не заметил, как пролетело время? Конечно, это не так. Он никогда и нигде не отключался от реальности. Никогда, ни одного раза. Но теперь подумайте вот о чем. И вы, и я, мы с вами так делали. Увеличивается давление. Вот оно у вас прямо посреди дороги, перед вашим лицом. И все доходит до такого момента, что вы начинаете видеть все в свете этой проблемы. И вы начинаете концентрироваться на тех вещах, которые вы не можете сделать. Вещах, которые вам нужно сделать. А вы знаете, что своими силами вы их сделать не можете. Время становится все меньше и меньше. Этот момент все ближе и ближе. Мне сказали, что если я опоздаю с оплаты, то они придут и заберут мой дом, машину, мой мотоцикл. Нет, сейчас они не могут так поступить. Боже мой, я не могу этого сделать. О, что же мне делать? Хорошо. Когда вы начинаете думать, что же мне делать? Вы уже опоздали. Это не тот вопрос, что же мне делать, чтобы задавать его. Давайте посмотрим, что здесь произошло в этой истории. И когда мы это читаем, а мы это прочитаем, мы будем читать медленно и размышлять, что это нам открывает и показывает в отношении того, как раньше мы могли быть обмануты. А некоторые, возможно, и сейчас обманываются. Вы можете обманываться насчет денег, обманываться насчет болезней, немощи, насчет ситуации с вашим здоровьем, насчет чего угодно. У нас такая проблема в семье, никто не может ее изменить. Не Бог, никто другой. У нас в семье все ненавидят друг друга. Знаете, на завтра все могло бы быть по-другому, потому что у нас еще остается сегодняшняя ночь. Послушайте, нет ничего трудного для Бога. Вам нужно по-настоящему, по-настоящему наставлять себя в этом. То, что выглядит таким трудным, так выглядит потому, что это трудно для вас. Я мог бы понять, почему вы не можете исцелить крыло какой-нибудь мошки. Забудьте об этом. Что мне делать? Просто преодолейте это. Аминь. Обратите внимание. Отношения. Мы можем видеть отношения. Можно буквально услышать, как думали ученики тогда. Чем ближе дело шло к темноте, тем больше они нервничают, потому что они находятся далеко. Этим людям придется идти пешком домой в потемках. Они не смогут достать еды. В темное время здесь опасно. А там кругом ничего нет. Действительно, ничего нет. И не только это. Знаете, как в новостях сегодня звучат фразы, «О, мы банкроты, мы обанкротимся». Понимаете? В их мыслях это выросло до такого размера, что вы прекрасно знаете, что они не обращали никакого внимания на то, что Иисус проповедовал и что Он говорил тем людям. Иисус там стоит и исцеляет людей. Понимаете? А ученики переживают за еду. Почему? Они не обращают никакого внимания на Иисуса и на Его слова. Помните, подобная ситуация, когда Иисус ответил Филиппу. Филипп пришел и сказал, «Знаешь, у нас проблема с тем, чтобы накормить всех этих людей». Иисус ответил Филиппу и сказал ему, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Вы знали, что они даже не попытались ответить на этот вопрос. Они даже не услышали его. Иисус спросил, «Где?» Они начали говорить, как у них мало денег, как много людей там, и что у нас ничего нет, и мы не можем этого сделать. Никто из них не ответил на вопрос, «Где?» А Иисус ведь спросил, «Где?» Все, что они могли бы сделать, это сказать, «Сэр, ты скажешь». И он бы просто сказал, «Молодец». Но в Писании сказано, что он знал, что собирался делать. А теперь послушайте их. Его ученики сказали, послушайте эти слова. «Место здесь пустынное, и время уже позднее». То есть мы боимся пустынного места. Мы боимся, что уже темнеет. «Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Что? Ты, наверное, шутишь? Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Послушайте, что говорит Иисус. «Принесите их мне сюда». Принесите их сюда. Не имеет значения, что у вас нет ни гроша за душой. Если у вас нет даже этого, выйдите на улицу и найдите какой-нибудь приличный камешек, отполируйте его и принесите его Богу. Я без шуток. Найдите хоть что-то, что вы можете принести Богу, если вы ничего другого не можете сделать. Помните, это связано с апостолом Павлом. Что делали эти люди? Они спросили его, «Смотри, мы отдаем себя, мы отдаем себя». У них не было ничего, кроме самих себя. Но для Бога это важно. Это очень важно для Бога. «Сэр, я сделаю из себя приношение. Что я могу сделать? Может, кому-то нужна помощь. Я готов помочь. Я готов сегодня кому-нибудь помочь». Видите? Аминь. Слава Богу. Дальше. «Принесите их мне сюда». «И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил». Скажите, «Он благословил». Это так сильно? Благословил. В 10 главе притч сказано, «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». Вот это слово, вы верите, переведено как «печаль», означает «тяжелый труд». А в другом переводе сказано, что благословение Господне делает богатым. И никакая работа, которую вы могли бы сделать, ничего бы к этому не добавила. То есть Бог не добавляет для этого тяжелый труд. Он не требует от вас никакого тяжелого труда, чтобы получить это. Поверь, чтобы было по милости, по благодати. Я прочитаю притчи 4.20, но начну с 18 стиха. Сегодня это место, как светило лучезарное. Я хочу прочитать этот стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». В одном из переводов сказано, «Стезя праведных, как светило лучезарное, как яркий свет, который становится все ярче, 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 с каждым днем». Одна из самых плохих привычек, которую может приобрести верующий, это постоянно говорить, «Я просто не знаю». «Ну, никогда не знаешь». «Нет, послушайте, я знаю». «Господь показал мне это несколько лет назад». И я сказал, «Если бы я только знал, где мои ключи». Я хожу по дому, пытаясь найти ключи. Я снова повторил фразу, «Не знаю, где лежат эти ключи». И внутри меня поднялась следующая фраза, «И никогда не будешь знать, если будешь так говорить». Он сказал, «Ты прекрасно знаешь». Это Бог со мной разговаривал. Он сказал, «Ты прекрасно знаешь, что твой дух знает, где находятся ключи. Ты знаешь, что твой ангел знает, где находятся ключи. И ты знаешь, что я знаю, где находятся ключи. Единственное, кто не знает, это твой мозг. Знаете, я должен был покаяться». А вы слышите, как многие люди делают и говорят это постоянно. «Ну, никогда не знаешь». В конце концов, мы просто люди. Нет, мы не только люди. Мы рожденные свыше люди. И ваш дух знает такие вещи, о которых вы пока и не знаете. Потому что вы соединены с Господом. Слава Богу. И это получается замечательно. Вы подсоединены. Внутри у вас что-то происходит. Внутри вас кто-то действует. Причина, почему я так взволнован, в том, что я знаю, к чему это приведет. Смотрите, это соединено вместе. Он сказал, «Стезя праведных, как яркий свет, становится все ярче, ярче, ярче. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Все взаимосвязано. Итак, следующий стих. «Сын мой». Смотрите. До этого он сказал, «Стезя праведных, как яркий свет, становится все ярче, ярче, ярче. А стезя неверующего, или по-плоцки мыслящего христианина, который не ходит в свете Слова Божьего». Тут я перефразирую. Становится все темнее, темнее и темнее, и темнее. И теперь Бог говорит, как это исправить. «Сын мой, слова моим внимай». Иди сюда. Выйди. На стезю света. Слова моим внимай. И крича моим, преклони ухо твое. Прими решение, что ты будешь исполнять все увиденное тобой в Слове Божьем. Примите такое решение. Будьте исполнители Слова, а не слышатели только. Теми, кто принимает решение, что это Слово правильное. И поскольку Бог мне это открывает, я изменю то, что делаю, чтобы прийти в соответствии с тем, что делает Он, чтобы моя стезя остановилась ярче, ярче, ярче. Как только вы встанете на путь исцеления, как я, то когда я впервые услышал об этом, я подумал, что это кто-то говорит, что Бог не может исцелять. Я имею в виду, что Его лифт не может идти вверх до самого конца. Но с другой стороны, как это получить? И что произошло? Понимаете, я сделал всего один шаг по этому пути. Слова моим внимай. «И крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих». Вам нужно помнить, как Иисус сказал, «Если око твое будет чисто», иными словами, если вы будете сфокусированы на Слове Божьем, тогда все ваше тело, не только дух, но все ваше тело будет наполнено светом. Он не говорит о ярком свете, он говорит об энергии света. Да будет свет. Знаете, прошло четыре дня, прежде чем было сотворено солнце. Откровение слов твоих просвещает, то есть приносит свет, божественный свет, свет откровения. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, Его кровь очищает нас от всякого греха. Это замечательно. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Он сказал, «Крича моим, преклони ухо твое». Речи – это то, что вы слышите. «Да не отходят они от глаз твоих». Как вы слышите Слово Божье? Вы слышите его не только, когда кто-то вам его проповедует. вы слышите Слово Божье, когда сами читаете его. Когда вы каждый день читаете свою главу. Вам следует читать ее вслух. Вы поверите быстрее себе, чем кому-либо другому. Да, кто-то подойдет к вам и скажет, «Брат, ты можешь это сделать». А вы скажете, «Нет, и ты не можешь. Ты знаешь, что можешь. Я не могу». Вы верите, что сможете, несмотря на то, что скажет кто-то другой. Или кто-то скажет, «Вы не можете это сделать». «Я отмогу». Понимаете? То есть вы верите себе. Когда вы ставите Слово Божье на первое место и вкладываете его в свои глаза, и начинаете читать его и слышать его речи своими ушами, вы начинаете питать этим свой дух, свою душу, и затем, что происходит с вашим телом. Вот оно здесь. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизненные. а не жизнь для того, кто нашел их. Что это значит? Нашел их. Ведь все же могут это прочитать. Как вы это находите? Вы продолжаете это читать для тех пор, пока это Слово не начнет говорить с вами, пока из него не начнет исходить откровение. И вдруг вы впервые это услышите. Вы читаете это в течение 14 лет, и вдруг однажды раз, и с вами это произошло. И со мной тоже так было. Вы сидите в церкви, кто-то проповедует, и вдруг вы что-то увидели. Вы толкаете соседа в бок и говорите, «Вы это видели?» «Что?» Я ничего не видел. Оба человека слышали одни и те же слова, вышедшие из уст одного и того же проповедника, но открывшееся знание, это знание, которое открывается непосредственно Духом Святым, вашему духу. послушайте, это наибольшее богатство. Это самое замечательное, чем вы только могли овладеть в вашей жизни. Буквально можете ощутить вкус этого, и вы немедленно ощущаете голод, чтобы получить еще больше. Бог открывает что-то внутри вас. И теперь смотрите, что он тут сказал. Аминь. Давайте посмотрим еще раз. «Они» и его слова. «Жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Всего тела. Всего. Были такие люди, которые говорили мне, знаете, брат Копланд, мне трудно поверить в исцеление, если я не знаю, что это за болезнь. Поэтому я схожу к врачу, он поставит мне диагноз, и это поможет мне поверить. Вера приходит не отслышания врача, если только он не будет проповедовать вам Слово Божие, когда вы находитесь у него. И я знаю врачей, которые могут это делать. У меня был один друг врач, один из моих партнеров. Он сказал, «Брат Копланд, знаете, мои пациенты приходят ко мне, я говорю им, смотрите, я могу сделать вам укол, или могу дать вам рецепт, и это вам поможет, но если я так сделаю, я выставлю вам счет». Или же мы можем помолиться. Я возложу на вас руки, помажу вас елеем, и Господь исцелит вас. И вам это ничего не будет стоить. Он сказал, «Что удивительно, большинство моих пациентов-грешников каждый раз хотят такую молитву, потому что не хотят тратить деньги». Но, сказал он, «Христиане предпочитают платить». Это по-плоцки, это неверие и давление, которое дьявол будет оказывать на вас. «Понимаете?» «Я знаю, что это лекарство начнет процесс, но я не знаю, поможет ли Слово Божие в этом случае. Вам нужно найти это Слово Божье. Вам нужно пребывать в этих местах Писания об исцелении, читать их постоянно, слушать их постоянно, ходить в этом постоянно. Перестаньте обращать столько внимания на боль. Обратитесь к Слову Божьему и начните вникать в него». Господь дал мне это много-много лет назад. И у меня по этому поводу идет сражение последнюю неделю или 10 дней. Потому что дьявол пытается сбить меня с ног с помощью физической боли. Усталость и изнеможение будут истощать вашу веру. Если вы не будете пребывать в Слове и следовать Божьему рецепту, тогда это начнет истощать вас. И вы подумаете «Уходи». Вы можете распознать, когда ваша вера не работает так, как ей следует. И тогда вы начинаете думать о любых других вещах, например, об обезболивающих, о чем угодно. Знаете, я не склонен применять обезболивающие, но есть люди, которые их принимали. Вы это знаете. Что я хочу сказать? Я должен был делать то же самое, что и все остальные верующие. Вы должны обратиться к Слову, вкладывать его в свои глаза, в свои уши, оно должно исходить из ваших уст, снова входить в ваши уши, и вы обращаетесь к Нему, пребываете в Слове Божьем, работаете с Ним, пребываете в Нем и работаете с Ним. И в данном случае я пробудился от крепкого сна, и Господь сказал мне, это была боль в коленях. Что-то вызвало боль в коленях. И Бог сказал, прекрати делать это. Я сказал, да, сэр. Почему я не понял этого три или четыре недели назад? Почему? Кеннет, у тебя есть уши, чтобы слышать. Да, сэр. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Хорошо. Они – жизнь для того, кто нашел их. Они – жизнь. Его слова – это жизнь для того, кто нашел их, и здравие, то есть здоровье, для всего тела Его. Вы можете этому поверить. А в перекрестной ссылке сказано, они – лекарства для всего тела. Всего тела. Всего, всего тела. Я сказал, всего тела. От волоска на голове до самых ног. Дословно. И, конечно, я могу пойти к врачу и получить диагноз, и верить Богу относительно того, что сказал мне врач. «Ну, знаете что? Врач не знает всего. Я лучше возьму это и найду, что это». Нет ничего неправильного в том, чтобы пойти к врачу. Но, знаете, я не хожу к врачам, которые не знают Бога. Иисус сказал так. И сейчас мы здесь установим сильную связь. Иоанна 6, глава, 63 стих. Дух животворит. Животворит – это устаревшее слово, которое означает «давать жизнь». В данном случае источник жизни. Дух дает жизнь. Также Иисус сказал, «Плость не пользует немало», то есть она бессильна. Он не унижает тело, просто он ставит физическое тело на свое место. Тело полностью, совершенно, абсолютно зависимо от Духа для того, чтобы жить. Тело не дает жизнь. Ваша физическая жизнь не может даровать жизнь. Ваша жизнь зависит от Духа, который зависит от Духа Святого для жизни. Аминь. Теперь обратите внимание на то, что Он вам говорит. Послушайте снова. Дух дарует жизнь. Тело ничего не дает. Слова, которые говорю я вам, это Дух и жизнь. Каждое слово, каждое слово содержит жизнь Божью. Эта книга не просто содержит Слово Божье, это и есть само Слово Божье, Слово от Бога. Это семена жизни. Сеятель Слово сеет. Мы возрожденные не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Давайте откроем Евангелие от Марка 4 главу 22 стих. Вы помните, что в этой главе Иисус учит о том, что Сеятель Слово сеет. И Он сказал, если вы понимаете эту притчу, то понимаете все. Законы Царства Божьего очень простые, они несложные. По этой причине многие люди упускают их. И здесь, в Евангелии от Марка, 4 главе, обратите внимание на стихи с 14 по 19. Это только стихи 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Их немного. Но в этих стихах Иисус объяснил и раскрыл все, что дьявол по возможности сделает, чтобы остановить вас и не дать вам получить стократный урожай с помощью Слова Божьего. дьявола. Нет, у дьявола нет ничего из того, что не было бы тут перечислено. Может показаться, что он все же пытается как-то обхитрить, но нет, нет, у него ничего не получается, он ничего больше сделать не может. Я хочу, чтобы вы отметили вот что, 22 стих. Нет ничего. скажите, ничего. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Он ссылается на эти пять пунктов, которые сатана может использовать. сатана попытается утаить от вас и не дать вам осуществить связь это соединение и таким образом помешать вам получить. Но сатана не может спрятать это от вас. Нет, не может. Если только вы не будете говорить, я просто никогда ничего не получаю, я никогда ничего не знаю. И вы правы. Да. И теперь очень очень внимательно посмотрите. Если кто, то есть любой человек, не важно где вы или откуда вы или что с вами произошло или не произошло, если кто имеет уши слышать, да слышит. «Если кто имеет уши слышит, да слышит». Замечайте, что слышите. Какой меру мерите, такой отмерено будет вам. Он не сказал, какой мерой Бог отложил для вас. Нет, нет, какой мерой вы мерите, такой будет отмеренного. Если вы считаете сто крат, тогда сто крат чего? Чайных ложек? Кофейных чашек? Самосвалов? Сделайте свой выбор. То, как вы слушаете. Вы помните, что мы чуть раньше читали. господь темно, ты знаешь, поздно. Я помню, как Чарльз Кэпс много лет назад рассказывал мне эту историю. Он сказал, как старый фермер лежал и не мог заснуть и переживал, волновался. И в другой комнате послышался бой старых часов. Бом, бом, бом. И каждый удар бой становился все громче и громче. Он ошибся в счете и насчитал 13 ударов. Тогда он толкнул жену и сказал, «Женщина, проснись, позднее уже и не бывает». Есть много людей, которые думают, что позднее уже и не бывает. Слишком поздно. Слишком поздно. Что ж, вы это сказали? Нет, не слишком поздно. Нет, не слишком поздно. Вам нужно завести свои часы. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет...» Подождите минуту. «Кто имеет...» «Имеет что?» «Уши, чтобы слышать». «Ибо кто имеет уши, чтобы слышать, тому дано будет. А кто не имеет ушей, чтобы слышать, у того отнимется и то, что имеет». Теперь кто у него это отнимет? Сатана. И мы должны разобраться с этим. Должны увидеть, как это действует, чтобы закончить с этим. Давайте посмотрим Евангелие от Луки, 8-ой главу. И прочитаем там 8-ой стих. Вы, конечно же, понимаете, что Иисус был и остается проповедником. Он сказал «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Иисус проповедник. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И Он проповедовал Слово Божие. Теперь возьму стих. «А иной упала на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный». Он говорит о получении стократного урожая, не так ли? И, сказав это, Он воскликнул. Не забывайте, что Иисус проповедник. «А иной упала на добрую землю и, взойдя, принесло плод старичный. Кто имеет уши, слышит, да слышит». Иисус это громко провозгласил. Это означает, что в данном контексте это очень важно. Если у вас нет ушей слышать, то сколько бы крат там ни было, вы их не получите. Иисус был взволнован, Он просто прокричал об этом. Вы слышали, как я говорю? «Послушайте меня». Аминь. Брат Хигген бывало говорил, «Вы меня слышите?» Аминь. А я в ответ громко орал, «Да, я слышу вас». О, я восхищен. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Бог сделал свой выбор. Он решил, что если вы слышали, тогда вы сможете это иметь. И сейчас мы с вами откроем свои уши, чтобы слышать. Мы будем слышать с небес, как никогда до этого с небес не слышали. Говорю вам, внутри меня все бурлит. Бурлит уже целый вечер. Это здесь, люди. Это здесь. Ваше время пришло. Это здесь. Ваше избавление здесь. Здесь все, в чем вы нуждаетесь. Оно пришло, оно здесь. Пришло время церкви вырваться из той неразберихи, в которой мы были. Оно здесь. Оно здесь. Брат Элайджа это здесь. Пора. Пора. Да будет слава Богу. Вся это возня. Когда люди суетятся, кричат и придираются друг другу. Все это дух разделения. Как апостол Павел написал церкви в Коринфе, вы разделены. Дух разделения заставил вас разделиться. Дух разделения берет разногласия и увеличивает его до ненависти, чтобы разделить людей. И дом, разделившийся сам в себе, падет. вот в чем суть расизма. В этом его корень. Аминь. В этом его корень. Потому что раса это не только этническое различие. Существует так называемая мужская раса, женская раса, братская раса, сестринская раса. Существует раса руководителей и раса трудящихся. так что если взять различие и увеличить его до ненависти, они разъединятся. Но если бы мы собрались вместе, вот это да. Мне нравится, как однажды сказал мой духовный сын, Крефло Доллар. Он сказал, знаешь, папа, я не понимаю, почему белые люди хлопают так насчет раз, два, три, четыре. Я не знаю, почему белые люди хлопают на первую и третью долю. Я не знаю, почему они так хлопают. И не знаю, почему чернокожие хлопают на вторую и четвертую доли. Но если мы будем хлопать вместе, мы не пропустим ни одного счета. Все четыре раза. Аминь. Мы хлопаем все четыре раза. Понимаете? Но если дьявол сможет вмешаться и довести это различие до ненависти, он нас разделит. И когда проливается свет на того, кто в действительности это делает, на дух разделения, вы прекратите обвинять в этом людей. И тогда мы его поймали. Мы его поймали. На свету поймали. А он не выносит на свет. Прочитайте конец книги. Победа за нами. И мы там. Мы уже в конце книги. Мы победили. Аллилуйя. Он возгласил. Кто имеет уши, слышит, да слышит. То есть это важно, не так ли? Теперь давайте обратимся и просто напомним себе, потому что вы все это помните. Давайте откроем Евангелие от Матфея и прочитаем в 13 главе 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, то есть стало черствым, и ушами с трудом слышат, и глаза свои и сомкнули. Они закрыли их». По своему выбору вы можете закрыть глаза и можете открыть глаза. А Бог нелицеприятен. Если вы откроете глаза, Бог вам что-то покажет. Теперь обратите внимание, что еще Он сказал. Послушайте, что еще Он сказал. «Да, то есть чтобы, когда». Сегодня это любое время, в любое время, и мы откроем свои глаза и уши, и мы будем принимать и брать свое исцеление. В оригинале сказано, чтобы в любое время они увидели глазами и услышали ушами и уразумели сердцем и обратились, чтобы Я исцелил их в любое время. А в любое время. Любое время это здорово, потому что это сейчас. Любое время. Скажите это вслух. Скажите это вслух, прочитайте это громко. «Благословенны мои глаза, что видят, благословенны мои уши, что слышат, я беру это». Скажите это. «Я беру это». «Я открываю свои глаза, я открываю свои уши, я слышу ушами, я имею это, я благодарю тебя за это, и я прощаю, если что, имею ни на кого. Воздайте Богу славу. У меня есть уши, чтобы слышать, мои уши открыты. Теперь я верю, что мы готовы. Слава Богу. Наши глаза и наши уши открыты. Я открываю свое сердце, чтобы слышать». Иисус сказал, «Се, стою у двери и стучу». «Если кто». Здесь опять этот «если кто». Кто угодно. То есть Бог стучит в двери сердца любого человека. Кого угодно. Бог не является уклоняющимся Богом. Он говорит каждому дышащему человеку на земле. 11 сентября 2001 года он обращался ко всем. Он говорил террористам не делать этого. Но они, конечно же, не слушали его. И это все можно доказать с помощью Писаний. Он говорил каждому в тех башнях близнецах. Каждому сказал, что конкретно нужно делать и куда конкретно идти. Многие услышали, но было меньше тех, кто послушался. Хотя все же многие послушались. И вместо 20 тысяч погибших жертв было намного меньше. Видите ли, вы не можете сказать, я просто не понимаю, почему Бог допустил это. Вы не можете так сказать, потому что не Бог сделал все это. Не Бог устроил все это. Понимаете? Бог говорит, я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, а ты выбирай, избери жизнь. Это Божий совет, избери жизнь. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Потому что хорошие люди делают плохой выбор. В большинстве случаев и вы были такими. И я тоже. Люди настолько духовно глухи, что не слышат этого. Для нас те дни закончились. Почему? Мы просто открыли свои уши. Мы открыли уши, чтобы слышать. Однажды один парень сказал, есть люди, которые говорят, что Бог с ними разговаривает, а я боюсь таких людей. Я боюсь людей, которые говорят, что Бог говорит с ними, и они слышат его. А я подумал, что я склонен бояться тех, которые говорят, что Бог не делает этого, что Он с ними не говорит. Они могут нанести вам вред. Нет, Бог говорит. Послушайте, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в Своем Сыне Иисусе. Разве не так начинается первая глава послания к евреям? Он продолжает говорить нам через Своего Сына, а Его Сын стучит в двери каждого живого сердца на планете. И Он сказал, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему. Это означает, что любой может Его услышать. Если вы будете развиваться в этом, будете тренировать свою веру, то всякий раз, говори с тобой с таким маленьким червем. Вы скажете, дьявол, ты лжец и отец лжи. Поэтому сегодня я уделю больше внимания Слову Божьему. И мое исповедание, да, Бог разговаривает со мной, Он любит меня, Он говорит ко мне, Он обращается ко мне. У меня есть уши, чтобы слышать. Скажите со мной, у меня есть уши, чтобы слышать. Давайте обратимся к книге притч, слова «Моим внимай», и крича «Моим преклони ухо твое». Примите решение, что будете исполнять все, что вы увидите в Слове. Примите это решение. Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только. Кто принимает решение, что это Слово правильное? И как Бог мне это открывает? Я изменю все, что я делаю, чтобы прийти в соответствии с тем, что делает Он, чтобы мой путь становился ярче, ярче, ярче. И мы никогда, 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 никогда не меняем Слово Божье. Никогда, 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 не меняем Слово Божье. Никогда, 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 Никогда. Не меняем Слово Божье, чтобы подогнать его под наш образ жизни. Нет, нет. Вы меняете свой образ жизни, чтобы он соответствовал Слову Божьему. Аллилуйя. Это первый шаг. Так, крича моим, преклони ухо твое. Я готовлюсь слушать. Что я только что сказал? У меня есть уши, чтобы слышать. Я в твоем распоряжении, сэр. Потому что если вы в своей жизни прежде ищете Слово Божье и позволяете Богу выполнять Его план для вас, скажу вам, Он может подготовить вас так, как никто никогда этого не сделает, если вы просто будете Его слушать. Аминь. Однажды я был на одном собрании, это была конференция для служителей. Нас там было пару сотен человек. И человек, который проповедовал, я его знаю, сильный муж Божий. Я его очень люблю. Он родом из южной глубинки. И в молодости он и его родители испытали много трудностей. И мы о чем-то говорили. Он рассказывал о своем служении, о том, как быть и каково это быть чернокожим, и насколько труднее было взять кредит на церковь и так далее. И он это все комментировал. И потом он сказал следующее. Вы знаете, как это бывает. Вы знаете. Большинство из вас знает. Он сказал, «Исполняя одну и ту же работу, черный человек в большинстве случаев должен быть в три раза более квалифицированней, чем белый человек». И ко мне пришло слово от Господа. Я ничего не спрашивал у Бога. Бог просто проговорил ко мне. Бог сказал, «Что плохого для черного человека быть в три раза более квалифицированным, чем кто-либо другой?» И Бог добавил, «Вот почему мужчины и женщины, которые будут слушать меня, поднимутся высоко, на самый верх». И он сказал, «Кстати, если бы эти белые слушали меня, они могли бы быть тоже в три раза более квалифицированными, чем они сейчас». Аминь. Итак, в чем же состоит здесь идея Бога? Давайте идите с Ним, мой брат и сестра. Он поставит вас на самый верх, слава Богу. Вы были бы самыми квалифицированными, самыми благословленными, продвигающимися, теми, кто принимает исцеление, теми, кто несет Слово Божие в общество. Вы были бы теми, кто стоит высоко. Пусть ничто не удерживает вас. Боже мой, мне все равно, какого цвета у вас кожа. Мне все равно, где вы родились. Мне все равно, какое у вас происхождение. Что у вас за плечами, или что, как вы считаете, стоит перед вами. У Бога есть план, который абсолютно все перекрывает. У него есть план для вас. Вы сообразительнее, чем вы думали о себе. Вы крепче, чем вы знаете о себе. Вы быстрее, чем вы знаете о себе. Вы богаче, чем когда-либо мечтали о себе. Но это не просто вы. Это то, что сказано в Писании. Я силен в Господе. Это замечательно. В Господе. Это укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И никогда не позвольте никому разрушать вашу мечту. Начните мечтать верой. И тогда ваши мечты быстро вырастут. О, а как же весело достигать этого. Не могли бы вы подняться? Мы воздаем тебе хвалу и благодарим тебя. Мы поклоняемся тебе сегодня, Господь. просто воздайте Господу хвалу и почтите Его за Его Слово. Спасибо тебе, Отец. Я прочитаю последнее местописание, и завтра мы с этого начнем. Иисус сказал, «Слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь». Послушайте, что Он сказал о Своих словах. Мы только что читали в притчах, что нам было сказано. «Словам Его внимай, кричам Его преклони свое ухо. Да не отходят они от глаз твоих и храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь». Он поворачивается и говорит, «Слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь». В Иоанна 14, 10 написано, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иоанна 5, 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Не то, чтобы я не хотел. Я не могу». Вы слышите, что я сказал? Вы слышите? «Я ничего не могу творить сам от себя». И дальше что? «Как слышу» «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я ничего не могу творить сам от себя. «Как слышу, как слышу, как слышу, так и сужу. Ибо суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Из этого очевидно, что Отец говорил Иисусу, что говорить. Иисус это говорил, а Отец творил дела. И затем Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Он ушел к Отцу и послал Духа Святого. И тот же самый Дух Святой, который был в Нем, теперь находится в вас. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, что вы делаете, когда выдумываете свои собственные слова? Как слышу, так и сужу. Я ничего не могу творить сам от себя. Это, конечно же, включает вас и меня. Но знаете, Он сказал, «Без Меня не можете делать ничего». Но мы не без Него, так же, как Он не был без Отца. «О, да». Я сказал, «Да». «Дела, которые творю я, и Он сотворит». Как? Тот же самый процесс. Тот же процесс. Вопрошая у Господа. Теперь вы знаете, как произошло каждое чудо. Вы знаете, как Он все творил. Все, что Он говорил. Вы знаете, как это работало каждый раз, когда Он вопрошал у Господа. Что Он слышал от Господа, то Он и говорил. Он не прибавлял к этому, Он не убавлял от этого. Если Господь сказал, «Возьми мужчину и окуни его в купальню», Он не ответил, «Господь, я не понимаю, что это значит». «Зачем идти окунать его? Почему Ему нельзя просто там умыть лицо?» «Нет, иди окунись». Например, если бы мы вышли туда, с множеством больных людей, как говорит Писание, они и лежали там, и находились около купальни Вефезда. Вы шутите? Мы, как люди, бы быстро учредили евангельскую целительную ассоциацию при купальне Вефезда и разливали бы ту воду по бутылкам. Продавали бы ее через различные передачи. Иисус проходил мимо. Как вы считаете, почему Он не послужил никому другому, а только этому человеку? Потому что Иисус услышал от Отца только насчет этого человека. Аминь. Но мы не смогли помочь такому множеству людей. Я не знаю, что происходит в нашей жизни. Мы исцелили только одного бедного старого человека. А что же за всеми остальными беднягами? Я просто не понимаю, почему Бог не исцелил их. Иисус считал это большим успехом, потому что Он выполнил то, что Отец сказал Ему сделать. Он сказал то, что Отец сказал Ему сказать. И Он даже не задержался, чтобы увидеть, что произошло. Он отошел и удалился оттуда. А этот человек даже не знал, кто Он. Ему, по крайней мере, следовало бы оставить карточку, визитную карточку, или внести себя в какой-то список, подписаться на что-то. или что-то вроде этого. Всю свою жизнь Иисус просто вопрошал Отца Небесного и говорил то, что слышал от Него. Творил только то, что видел, как творит Отец. И у нас с вами точно такое же задание. Такая же привилегия. Дух и Слово, какие были у Иисуса, когда Он был тут, и которые Он имеет сейчас, одесну Отца. То же самое помазание. То же самое задание. Какое наше задание? Ну, брат Коплант, мое задание, я не совсем уверен, что я должен быть на миссионерской Ниве. Или же не должен. Нет, нет, послушайте, ваше задание, слушать и вопрошать Отца. И говорить только то, что вы слышите от Него. А пока вы не слышите, что Он что-то говорит, просто молчите. Не выступайте с кучей бесполезных слов. Просто отдыхайте, расслабьтесь в Его присутствии. И скажите, «Сэр, я в Твоем распоряжении. У меня есть уши, чтобы слышать. У меня есть глаза, чтобы видеть». Понимаете? Видите, что Он говорил? «Я говорю только то, что слышу от Отца. Я делаю только то, что вижу, как делает Отец». И Он сказал, «Благословенные ваши уши и благословенные ваши глаза. Вы можете слышать и видеть». Давайте же воздайте Господу славу. Это Каннед и Глория Копланд. Счастливого дня благодарения. День благодарения. Знаете, Соединенные Штаты – это страна, в которой отмечается этот праздник, у которой есть День Благодарения Богу за свое процветание. Я не знаю другой такой страны. А пока мы как нация отмечали этот День как Благодарение Богу, мы процветали как нация. Но когда это превратилось в День Обжорства, это утратило свой смысл. Но не среди нас. Я все равно благодарна. Да. Это очень важно для нас. Отец, мы воздаем Тебе сегодня благодарность и благодарение за эту передачу. Мы любим Тебя, Господь. Мы открываем свои глаза, мы открываем свои уши и открываем свое сердце, чтобы слышать то, что Ты говоришь и видеть то, что Ты говоришь. И мы воздаем Тебе хвалу и честь. Аллилуйя. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Слава Иисусу. Итак, сегодня мы будем говорить о благодарении. Это очень-очень мощная вещь. Давайте прежде всего обратимся к посланию к Колоссянам. И я хочу, чтобы вы увидели определенную связь. Слушайте очень внимательно. Где ты? К Колоссянам, первая глава. Давайте прочитаем девятый стих. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаю молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Аминь. Знаете, это просто решает всякие вопросы. Ну, никогда не знаешь. Мы никогда не знаем волю Божию. Как мы можем знать волю Божию? Какой тогда был смысл апостолу Павлу под водительством Духа Святого писать и молиться за этих людей? Если они только и говорили, ну, никогда не знаешь. Я помню, когда мы не знали. У нас дела шли не очень хорошо. Да, не очень хорошо. Если вы оставите все как есть, то никогда ничего не получится. Помнишь, Иисус молился, да будет воля Твоя и на земле, так как она на небе. Иисус не говорил просто красивые слова для молитвы. Он действительно так молился, и Он учил нас так молиться. Верно. Апостол Павел так молился. И он так молится в этом послании. Я хочу, чтобы вы увидели, как к этому относится благодарение. Увидели эту связь. Заметьте, Он сказал молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вы видите сразу запятую после слов «разумение духовным». Это значит, есть продолжение. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Слава Богу. «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его». Да. «Во всяком терпении и великодушии с радостью». Посмотрите же, как он молится. Он молится за верующих в колоссах. Это Писание Духа молится так и за нас. Мы можем для себя взять эту молитву. Мы берем эту молитву и вкладываем ее в наши уста. Но теперь посмотрите ключевой компонент в 12 стихе к тому, что мы только что прочитали и к тому, чтобы это принять. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас сделав нас способными, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас уже избавившего, уже избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Аллилуйя. Он говорит обо всех этих могущественных сильных вещах. Благословение Господнем. О том, чтобы быть плодовитыми и переживать умножение, укрепляться могуществом силы Его. Что Он говорит делать потом? Аминь. «Благодаря» Прямо здесь это слово «благодаря». Так что обратите внимание, где благодарение играет жизненно важную роль в получении, в принятии этого. Начните благодарить Бога за все это, потому что это уже принадлежит вам. Когда дьявол подкатывается к вам, как темные тучи, и у вас возникает вопрос, а я просто не знаю, за что мне быть благодарным. Верните сюда и прочитайте это. Вложите это в ваши уста и начните воздавать благодарение Бога за то, что Он призвал вас к участию в Его наследии и Его благословении. Аминь. Начните произносить эти вещи своими устами, и ваш мозг, ваше мышление вынуждено будет остановиться и понять, что говорят ваши уста. Это всегда верно. Теперь перейдем к филиппийцам. Четвертая глава, шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. Глория, если у тебя есть расширенный перевод, могу я его взять? Конечно, можешь. Давайте прочитаю вам это в расширенном переводе. Шестой стих. Хорошо. Шестой. Не раздражайтесь. Тут не сказано приложите все усилия, чтобы не раздражаться, но мы знаем, что все раздражаются, но вы постарайтесь. Нет, тут сказано не раздражайтесь, не делайте этого, это приказ. Когда мы видим что-то подобное в Слове Божьем, мы принимаем это как приказ, как команду. Я в вашем распоряжении, сэр, командуйте. Я говорю то, что слышу от вас, и делаю то, что вижу, делаете вы. Он сказал, не раздражайтесь и ни о чем не переживайте. Ни о чем не переживайте, но в любой ситуации, во всем, через молитву и прошение, определенные просьбы, с благодарением, постоянно открывайте Богу свои желания. Раз вы помолились определенной просьбой, помните, что сказал Иисус? Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Когда вы молитесь, верьте, что получите это. Если вы не верите, что получите это, значит, вы не молились. Вы не пребываете в вере, пока не поверите, что получаете просимое. Вы не жаждете, пока вы что-то увидите. Вы не жаждете, пока вы что-то почувствуете. Вы берете это по слову Божьему. Вы это берете? Взять. Овладеть, да. Другое значение слова «присвоить». Это мое. Если вы молитесь, и, уходя с места молитвы, не имеете этого и не взяли это, значит, вы не высвободили свою веру. Вы берете это, когда молитесь. Я это имею. У меня это есть. Я беру это. Да. Верно. Сильное слово. У меня это есть. Я имею. Это слово описывает собственность. Люди говорят, знаете, у меня то и это, у меня есть то-то и это. Или я надеюсь. Нет, нет. Прекратите присваивать то, что вы не хотите. То, чего вы не хотите иметь. Хорошо. Я это имею. У меня это есть. Я молился согласно Слову Божьему. Молился на основании Писания. Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него, мы это имеем. Раз у вас это есть, не теряйте это. Один из возможных путей потерять то, во что вы верили, что получили, это когда сатана оказывает на вас давление для того, чтобы украсть у вас Слово Божье. И Иисус сказал, что дьявол попытается это сделать. Если вы начинаете говорить, «О, Господь, ты знаешь, вчера я молился, но, Господь, я лучше помолюсь еще раз», и вы начинаете опять молиться о том же самом. Послушайте, что об этом сказал Духом Святым апостол Павел. Во-первых, не раздражайтесь ни о чем, не переживайте. Не вовлекайтесь в это. Не начинайте раздражаться. Но в любой ситуации и во всем, через молитву и прошение, определенные просьбы, с благодарением постоянно открывайте Богу свои желания. Вы слышите? Не постоянно молитесь, повторяя снова и снова, а постоянно благодаря Бога. Отец, я молюсь сейчас об этом прошении, и я благодарю тебя, что у меня это есть. Я имею это. И я хочу воздать тебе хвалу. Я хочу воздать тебе благодарение за то, что я избавлен от власти тьмы. Я был введен в царство возлюбленного Божьего Сына. Я хочу поблагодарить тебя за это. Я воздаю тебе всю славу. Я отказываюсь заботиться об этом. Я отказываюсь бояться относительно этого. Я перекладываю всю свою заботу об этом на тебя, потому что я знаю, что у меня это уже есть. Это мое. Я воздаю тебе славу. Я уже присвоил себе это. Это всего лишь дело времени. Слава Богу. Это мое. Дело времени, когда это проявится. Начните так поступать, и раздражение, и озабоченность уйдут. Удивительно, как это все слабеет перед лицом прославления Бога. Давайте перейдем к книге псалмов. И прежде чем мы прочитаем что-то из псалмов, я прочитаю вам кое-что из Матфея. 21 глава, 16 стих. Это слова Иисуса. Матфея 21, 16. Иисус сказал. Иисус же говорит им. Да, разве вы никогда не считали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Бог усовершенствовал хвалу. Сделал ее более зрелой. Но смотрите, что он цитирует. Псалом 8, 3. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Иисус назвал это усовершенствованной хвалой. Он цитирует псалмопевца, говоря о духовной силе. Вот теперь откройте 9-й псалом. Псалом 9, стих 2. Это местописание дает нам понимание того, о чем мы говорим. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Слово «Тебя» взято в скобке в одном из переводов. Написано курсивом. Что просто означает, что его добавил переводчик. «Буду славить, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу». Слава Богу. О, это так сильно. Слава. Не правда ли? Посмотрите, какое это мощное оружие. Вы начинаете прославлять Бога, благодарить Его. А ваше мышление говорит, «Тебе не за что славить Бога». Неужели? Спасибо тебе, Господь, что даешь мне дыхание. Спасибо тебе, Иисус. Ваше сердце работает. Ты помнишь. Да, мое сердце работает. Поищите и найдете. Именно поэтому так важно знать, где находятся эти стихи. С прославлением Бога. Не раздражайтесь. Я отказываюсь быть озабоченным. Я прославляю Бога. Я прославляю Бога за то, что был избавлен от власти дьявола. «А кто такой враг?» «Это мой враг, мой мститель. И я был избавлен от него». Это написано здесь. Так как же это соединить вместе? У меня такое происходило. Приведу один пример из своего опыта. Он сказал, что из уст младенцев и грудных детей он устроил хвалу ради врагов своих. Я помню, как у меня в спине была жуткая боль. Она обрушилась на меня так сильно, из-за того, что был поврежден мой диск. Это была невыносимая боль. И знаете, я вышел на крыльцо своего дома, а боль просто продолжала бушевать во мне. Невыносимая боль. Если можете себе представить зубную боль, когда болит нерв в зубе, а вот эта боль была, так сказать, длиной в вашу ногу, когда все это болит. Ужасно. Я сидел у себя на крыльце, обложившись двумя грелками. Я обвернул вокруг ноги эти грелки, включил их на всю мощность, что в другом случае могло бы и навредить. И когда я сидел, ко мне на ум стали приходить эти места Писания. Я сказал, я буду прославлять тебя, Отец. Спасибо тебе, Господь. Я прославляю тебя. Я благодарен тебе. И я услышал, как дьявол сказал, а за что тебе быть благодарным? Я громко крикнул, потому что я получил власть над тобой во имя Иисуса. За это я благодарен. Я заметил, что когда я так сделал, что-то произошло. Боль неожиданно утихла. Затем она начала возвращаться. Во всей этой ситуации Бог научил меня, что боль связана с мышлением. Это понятно каждому. Потому что она вгоняет вас в сон. Вы не знаете, что она у вас есть. Так что она связана с мыслительным процессом. Поэтому вы можете контролировать боль. Иисус сказал, и так не заботьтесь, и не говорите. И тогда я начал говорить и восклицать. Я благодарен Богу. Я сказал, Бог, я благодарен за траву. Я благодарен за деревья, за небо. О, Господь, я люблю летать высоко в небе. Я так благодарен тебе за это. Я благодарен. Пока я это делал, боль утихала. Потом она снова возвращалась. И я снова начинал славить Бога. Просто продолжал прославлять Бога. Чем громче я это делал, тем тише становилась боль. И знаете, я тогда начал видеть силу, которую несет в себе прославление Бога. Я принес свои прошения. Я изложил свои прошения перед Богом. А теперь я воздаю хвалу. Что я делаю? Продолжаю поступать так, чтобы мое желание было известно Богу. Я не повторяю это снова и снова в молитве. Я просто продолжаю благодарить Бога. И это утихомиривает боль. И волнение от этой боли. Вот что еще делает хвала. Когда вы славите Бога, вы укрепляетесь всякую силу. Помните, что сказано в послании к Колоссянам? Укрепляясь всякую силу духом его во внутреннем человеке. Это сказано в послании к Ефесянам. Укрепленные, укрепленные, укрепленные. И в расширенном переводе Библии сказано... Поддерживает. «Сильный дух поддерживает человека во время телесной боли и невзгоды». Это написано в Ветхом Завете. «Именно к сильному духу Бог меня вел. И благодарение укрепляло мой дух. Затем из вашего духа исходит исцеляющая сила». Аминь. Это укрепляет дух. Это Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Это укрепляет меня. Вы укрепляетесь, укрепляетесь и укрепляетесь. И вы просто вливаете внутрь Слова Божия и снова укрепляетесь. Чем больше у вас слов, тем больше хвалы. Не надо сидеть у телевизора, смотря новости, и говорить... «Да, да, вы знаете, будь прокляты те и те и те и все остальные». Не сидите и не проклинайте их в то время, как они проклинают вас. Это делает вашу веру настолько слабой, что на вас приходит все, что угодно. Эти слова обрушиваются на вас с экрана и говорят «Знаете». А вы отвечаете «Нет, нет, только не в моем доме». «Нет, нет, нет, мы не обанкротимся». «Нет, нет, нет, вы своими словами не наведете это на нас». Я прославляю Бога за то, что Он делает мою семью процветающей. Я прославляю Бога за то, что мы укрепляемся Господом и могуществом силы Его. Если вы собираетесь смотреть новости, вам нужно отвечать телевизору. Вам нужно отвечать этим новостям. Слава Богу. Аминь. Наше время подошло к концу, мы вернемся через... Нет сомнения в том, что принятие Иисуса как своего Господа и Спасителя является самым лучшим решением, которое только человек может принять на этой земле. Это самое важное решение. Это самое большое, самое лучшее и единственное решение. Аминь. Потому что... Да. Ты прав, ты совершенно прав. Все остальное зависит от этого решения. Да, но, брат Копланд... Нет, даже не говорите этого. Мне все равно, что вы там хотите сказать. Даже не говорите «да, но...» Иисус сказал «приходящего ко мне не изгоню вон». В одном из переводов сказано «никоим образом не изгоню». Любого приходящего. Никого, никоим образом. Да. Аминь. И в Писании сказано, что Иисус умер за нечестивых. Это одна из самых потрясающих вещей, которые я когда-либо слышал. Аминь. И сказано, что милость его пребывает вовек. Послушайте, это все равно, как если бы кто-то снял с меня наковальну. Груз упал с меня. И я освободился бы. Да. Точно так же и для вас. Верно. И давайте откроем послание к римлянам. Десятую главу. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, вот оно, Глория, «Всякий». Это была я. «Всякий». «Всякий, верующий в Него». Да. «Не постыдится». Слава Богу. Верно. Аминь. Аминь. Помолите сейчас вместе с Глорией и со мной. Вслух, достаточно громко, чтобы вы слышали сами себя. Отец Небесный. Отец Небесный. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я верю всем своим сердцем. Я верю всем своим сердцем. Что Ты воскресил Иисуса из мертвых. Что Ты воскресил Иисуса из мертвых. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Я принимаю Тебя, как своего Господа и Спасителя. Я принимаю Тебя, как своего Господа и Спасителя. Возьми мою жизнь. Возьми мою жизнь. И сделай с ней что-нибудь. И сделай с ней что-нибудь. Я принимаю Твоего Духа Святого. Я принимаю Твоего Духа Святого. Я каюсь в грехах. Я каюсь в грехах. Я отрекаюсь от них. Я отрекаюсь от них. Я изгоняю их. Я изгоняю их. Я отвергаю дьявола и все, что он отстаивает. Я отвергаю дьявола и все, что он представляет. Я воздаю тебе славу. И я воздаю тебе славу. За то, что теперь я спасен. За то, что теперь я спасен. И исполнен твоего Духа Святого. И исполнен твоего Духа Святого. Я принимаю свой сверхъестественный молитвенный язык. Я принимаю свой сверхъестественный молитвенный язык. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы так с нами помолились, сообщите нам об этом, напишите нам. Мы хотим выслать вам эту небольшую книжку. Все это Он сделал для вас. Вы окунетесь в изучение Библии. С Днем Благодарения и помните, что Иисус... Иисус...